Ребята, продолжаем играть в сталкер-мод на тень Чернобыля под названием «Упавшая звезда часть наемника». Я напомню, мы сбежали от GRC и спрятались в госпитале с товарищем Греком. Рад видеть тебя живым, Грек. Я тебя тоже, братуха. Да, жарко было. Ну, чего в дверях стоим? Пойдем, огонь разведем, просушимся после коллектора. А где монолита цвета? Не знаю, GRC следом не валятся? Ну, это вряд ли, я подорвал коллектор-то. Молодец. Так, ну давай, веди. Так, отлично топаем себе за Греком. Не знаю, честно говоря, где он тут хочет привал сделать, но... Он-то, наверное, знает. Так, а здесь мост есть. Так, и че? Че-то он не разговаривает. Неуютно, почему ушли монолитовцы? Пошарить надо, может, записку для своих где оставили. Это потом, это потом. Срубай от меня что-то. Спросить хочу, Джон Джо. У тебя что-то личное к овцуру было? Хм, не знаю теперь. Думал, что да. Год назад его бандиты, троих новичков, на кордоне замочили по весь пределу. Я живым остался, только потому, что послушно ждал проводника в деревне. А, помню эту историю. Толя, немец, потом жестко разобрался с отморозками. А я так голову ломаю, чего это серьезный мужик, не намчато, так легко на тему подписался. А у тебя что с ковцуром было? Никакой романтики. Помнишь, на свалке встретились, когда я из твоего схрона снарягу взял? Ковцуровцы тогда меня на ведьмином болоте раздели, подпоили и раздели. Забрали все, куска хлеба не оставили. И инвертор помыли. Да не в том основняк. Сам начинал у бегемота. Братву сталкерскую, бывало, приходилось за вымя пощупать. Но ни разу не было, чтоб так оставить без ничего. Оружие, патроны, медикаменты, жрачку. Необходимый минимум для выживания никогда не трогали. А эти черти меня в бессознанке и в одних трусах в яму закинули. И ушли. Очнулся, кабань за ногу теребит, откусить пристраивается. Вскочил я, хе-хе, одним прыжком, наверное, на дерево. А он не поверил бы, если бы сам не видел. Следом полез. Мутант хренов. Ветка под ним обломилась. А так бы легко добрался бы до меня. В общем-то, отвлекся я. Нашел я твою снарягу, да в погоню. Отбил инвертор. Ковсур ушел. А вот повстречались все же, а? А ты говорил, люди. Да и сам вижу, старыми вещами интересуешься. Ну там, цацкие, фашистские документы, всяческие хобби. Или коллекционируешь. Да нет, странная история была в моей жизни. Из головы ее не выбросить никак. Только расслабишься, начинается снова и снова в мозгах крутиться. Расскажешь? Времени у нас с тобой полно. Плохой я, рассказчик, грек. Да и не поверишь ты. Я бы точно не поверил. Я такого насмотрелся в зоне, всему готов верить. Ты знал, лейтенант Арионна? Вояка с сортировки. Лично незнакомый, но, говорят, нормальный мужик, хоть и америкос. Он швед. Познакомились мы с ним в Перу. Документальный фильм шведы снимали там про экспедицию Аненерби. Знакомый меня к шведам пристроил, когда я с Мурной весь из зоны вернулся. Поразвеяться и денег заработать платили шведы очень хорошо. Как я понял, съемочный план был такой, пройти точно по следам экспедиции. И, как говорится, шведам это удалось. Даже не на 100, а на все 150%. Зашли дальше, чем смогли ученые Аненерби. Я плохо помню, грек. Чувство такое, что мне потерли память. Как помнишь, так и рассказывай. А мне уже интересно, аж сон слетел. Немцы искали инопланетную базу и даже нашли вход в нее. Но внутрь попасть не смогли. Нам с Реном это удалось. На съемочной площадке был выходной, все разъехались. И в лагере остались только мы с Реном. В качестве сторожей. Всего одна ночь. И она перевернула все мои представления о жизни с ног на голову. Пили мы в ту ночь. Шведы тоже не дураки выпить. И не знаю, как мы оказались у раскопанного входа. Индейцы говорили, что это врата города мертвых. Рен доказывал мне, что есть очень простой способ открыть врата. Иначе бы не было бы смысла замуровывать их в базальтовой кладке. А я просто стоял, слушал и слушал в полуха. Рен мерил шагами площадку перед вратами. Что-то высчитывал и записывал в электронном блокноте. Камнями отмечал участки. Считал, болтал и писал. Писал, писал. Это смешило и казалось забавным. Пока, обернувшись, я не увидел стоящего за мной человека с МП-38 в руках. Рот его раздевался, он что-то кричал, но не издавал при этом ни звука. Он в пяти метрах от меня стоял. И я хорошо разглядел надпись, вытравленную на нашивке на его полувоенном френчике. Доктор Вольф фон Берков. Ну, ничего себе. Фон Берков? Знакомая фамилия? Актриса вроде такая есть. А, не, Гена что-то рассказывал про Беркова и падающую звезду. Ну, вы как бы отсылку поняли, да? Про актрису. И падающую звезду. Упавшую звезду. Это название спецотдела Аненербе, который возглавлял фон Берков. Так вот, только я захотел привлечь внимание Риона, как услышал его изумленный вскрик. Врата начали раскрываться. А потом и он увидел фон Беркова. И этот самый фон Берков открыл огонь и стрелял он в нас. И что, он с пяти метров не мог попасть в вас? Какая-то мутная история. Бежать было некуда, а увидев, что призрак снимает с пояса гранату, мы втиснулись в щель между створок врат и оказались в гроте, стены которого светились янтарным светом, потому что были покрыты наплывами янтаря. Иди ты, откуда в Перу янтарь? Хотя, наверное, есть. Что дальше-то было? Врата закрылись, остальное туман и куски сцен. Войны, прошедшие и еще не начавшаяся кровь, боль. Калейдоскоп войн и швыряло нас с Реном из эпохи в эпоху, как маятник. Казалось, этому не будет конца. Крестовый поход, сражение за Марс, Вьетнам, раздел Луны. Колебания маятника времени затухали, пока совсем не пропали. Врата раскрылись и нас вытолкнули наружу, постаревших лет на двадцать и седых, как побывавших в аду. А может быть, это и был ад. Потом, полгода в американской психушке, когда понял, что в скором времени выпускать меня не собираются, сбежал. Начал искать работу, но что я умел? Студент-недоучка, проведший двадцать лет в непрерывных войнах. Так что работа сама меня нашла, и вот я здесь. Арион. Ирион был здесь. Не удалось нам поговорить нормально. Да и не сразу узнали мы друг друга. Жаль, но вряд ли это уже удастся. Убил его меняющие лица. А вернее, я его пристрелил. Но он меня попросил. Последняя просьба умирающего. Грех ее не выполнить. Когда увидел Рена здесь, в зоне, медленно-медленно начал в голове раскручиваться маховик и наматывать на себя прошлое и настоящее. Вот я опять в аномальной зоне, и снова Аненербе, снова упавшая звезда, и снова этот самый Фон Берков. Да, теперь понятно. А то у братвы уже сомнения насчет тебя начали зреть. Мол, уж не нацик ли наемник? Поверил в мою историю, что ли? Так, ничего запредельно фантастического не услышал. И не такие истории знаю. Славина из поиска, знаешь, как он в параллельном мире воевал? Похожая история. А в Лиманске что ты нашел? Ящики с надписями «Собственность Германского рейха. Янтарь». Иди ты. Думаешь, Фон Беркову удалось попасть за врата и этот янтарь из того грота? Возможно, кроме ящиков я нашел шифр-таблицу. Если она подойдет к коду дневников Фон Беркова, то тогда есть вероятность, что узнаю о произошедшем в Перу. Гений Адаш, он быстро все сделает. Сперва вернуться надо. В Припять-то. Вернемся. Будет от Леши Ковесточка и две дни назад. Что-то меня снова срубает. Ну так, вздремни, я постерегу. Так, уф. Рассказал историю. Закачаешься прямо. Так, выпросим эту ерунду. В общем-то, да, вот нам грек как бы сказал, что... О, тайник. Записка. Брат, мы присоединяемся к сталкерам Восточной Припяти. Если решишь последовать за Монолитом, и если посвящен ты в тайну ключей, мы рады будем тебе. Так. Три ключа. Да, я только хотел сказать, что нужно поискать какую-то записку, вот грек нам говорил. Поспал уже? Что не спишь? Лешек на связь выходил. Утро слось все, армия за тебя впрыглась. А прицепом и за меня. Заслугу припомнили твою, мол, Припять от группы киллеров зачистил. Так что собирайся, братуха, дорога дальняя. Погоди, грек. Пока ты спал, я нашел кое-что. Вроде бы есть прямая тропа отсюда в Припять. Так она закрыта всегда, только монолитовцы знают, как ее активировать. Похоже, я тоже знаю. Идем. Так. А здесь можно спуститься, да? Ага, то есть вот здесь вот портал монолита, да. Гроза начинается. Дождь будет. Так, вроде бы что-то я вот видел. А, вот врата и три ключа. Ага. Первый, второй справа. И третий самый дальний. Так. Вот здесь вот он. О, установился. Так, вот здесь. Или... Или нужно не двигаться. А как у меня так получилось? Хе-хе-хе. Я ничего не нажимал. Так. Так. Так, ну сейчас встану вот ровно на отметку. Так, все, ничего не трогаю. О, прикинь, второй установился. Честно говоря, я не совсем понимаю, как я это делаю. Они сами устанавливаются, я ничего не нажимаю. Так, ну я вот ровно на отметке стою. Где нужно как ходить? Или шагом нужно попройтись? Ну, надо же, а. Получилось. Так, все, грек, сваливаем отсюда. Ладно, тогда я первый. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, задание выполнено. Портал... А где грек? Ага, вот он. А ты говоришь, дальняя дорога? Повезло просто, могло вышвырнуть из порта не пойми где. А нихера себе мы затихарились, братуха. Лиманс, подивись, с пероксилином провонял. Ну что, домой? Давай. Так, чудесно. Когда займёмся основным заданием, как стемнеет, пока возьми взрывчатку, вот возле стены лежит, и на всякий случай отдай мне свой нож. Опаску имею, что геройствовать полезешь. Ну и после 21.00 выдвигаемся. Хорошо. Так, а сейчас сколько время? А, так сейчас ночь. Вечер уже грек, начнём? Слушай меня внимательно, братуха. От твоих движняков зависит, вернёмся мы живыми или нет. Пробиваться к грузовикам будем напряжно. Заходим с крайней арки. Беттер под арки минирован. Я подорву его и начну уводить волков вправо. Тебе же, братуха, надо кинуть будет взрывчатку, пока грузовик... Под грузовики. Сделай, шеломись в сторону и жмай на кнопку сканера. И отходим к садику. В общем, как получится. Всё понял? Всё понял. Давай начнём. Ну тогда удачи тебе, братуха. Если что, не поминай лихом. Ну и тебе, грек. Так. Значит, БТР под аркой минирован. Ага, под этой аркой, наверное. Давай, пошли. Блин, так там ещё один. Ты не мог про него, как бы, это сказать? Ух ты. Ух ты. Вот так, да просто. Блин. Ой. Не понял. Я ж тебя вроде только что успокоил. Так, не понял. Ёп. Моё. Стреляет. Да хватит у меня стрелять. Так, вот, в общем-то, грузовики. Скидываем. Скидываем, так, взрывчатку. Так, отбегаем в сторону. Так, и чё-то... Ну, слишком сильно рвануло. Так, ладно. Так, ладно. Давай, давай. Двигайся. Так. Так, приложил его, а? Так, нафиг я сделал этот калаш. Блин, патронов нету. Так, скидываем взрывчатку. И здесь скидываем взрывчатку и уходим подальше. Блин, там... Там тоже БТР. Вот так вот тебе. Прямо в яблочко. Так, хорошо. Так, а погоди... Блин! Так, чё-то Грек спешит куда-то. И я тоже, как бы, спешу и... В общем-то, не знаю. Ну, неправильно я сделал. Ё-моё, я и не сохранился. Так, хорошо. Давай, давай. Шевели батонами. Чувствуется серьёзная огневая мощь. Чувствуется серьёзная огневая мощь. Бэ. Грек! Где ты? Ты прикрываешь меня или нет? Сейчас не буду я подогрею. Так. Опять? Чувствуется серьёзная огневая мощь. Ну, наконец-то. Так. По-моему, я попал. Однако. Блин. О-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Теперь будете подчёк орёк. Больно-то ещё не было. Так. Подай, ты убей. Одну взрывчатку скидываем возле одного грузовика, другую возле другого. По-моему, это логично. Так, ну и уходим сюда, вот, к греку. Блин. Он из пулемёта шмаляет. Так, есть. Да, нам же нужно найти ещё вот КПК карася. А он, вообще-то, вот, этот КПК где-то вот здесь вот. Угу. Так. Да-да, я помню, я помню про этот бетер. Вроде бы хорошо. Блин, да. Что за, блин, долбаные эти БТРы? Ага, я сохранился, да? Я взрывчатку выкину. Ага, этот я подорвал. Вот он, вот так вот идем. Хорошо. И вот там вот ещё один. Хорошо. Блин, так и думал. Прячут эти БТРы. Так, не-не-не-не. Ух ты, вот это круто. Так, а-а-а, нужно найти этот КПК. Денис Облом. Ага. Тома. Тома. Так, ну да, я не попал. Так, а теперь попал. Так, и тут грузовики, да? А здесь нет ничего. Так, хватит меня стрелять, блин. Заколебали. Грек, ты прикрываешь меня или чё? Здесь какая-то аномалия. Так, ну это просто супер. Так. Не, надежу. Не понял. Я ж тебя вроде только что успокоил. Хорошо. Подстрелил этого гада. Я вот, честно говоря, я помню, что вот, вот этот вот КПК должен быть у какого-то вот экзоскелетного. Бойца. Да, да, да. Чё, мне послышалось, что ли, или? Так. Да, послышалось, что ли? Нужно прекращать бухать и записывать сталкера. Ладно. Так, а... Где этот КПК? Ух ты. А этого я, по-моему, не проверял. А у него и нету. Так, ну я не знаю, ребятки. Я всех облазил. О, вот он. Ну надо же, а. Так, эй, грек, подожди меня. Жарко было, да. Да, но пробились же. Ну что, домой? Пошли. Так, а кому я должен... А, сообщить Борману. Так, хорошо, давайте сообщим... Лёше Борману, что мы справились с заданием. Кстати, можно, наверное, что-то продать. Ну, как бы, бинты можно, наверное, продать. Вот. Ну, оставлю 30 антирадов. На всякий случай. Наверное, да, вот аптечек тоже много. Давайте оставим по 20. Вот эти вот патроны тоже, ну, не знаю. А имеет смысл их вообще таскать? У меня нету ствола 9х39. Так, ага, вот так. Задание выполнено. Где грек? У костра с монахами сидит. Ну, теперь не скоро штурме базарить начнут. Теперь тебе надо на генераторы. Встретишься со Словеном, маляву от меня передашь. А на словах скажешь, мол, братва и вояки предлагают вместе поохотиться на железную морду. Тропу на генераторы найдёшь в подвальных помещениях гастронома. Ну, удачи. Понятное дело, прощай. Хорошо. Ну, что ж, на генератор. Да, я это, честно говоря, случайно это сделал. А это типа пошёл. Я, ну ты умрел на торе. Так, значит, тропу на гастрономе, да? Нужно искать. Так, в общем-то, да, вот. Бежим. Отдадим КПК. Так, только куда нужно бежать-то? Так, переход у нас, в общем-то, находится в гастрономе, да? А нам нужно вот сюда вот к сталкерам. В принципе, да, давайте сделаем, наверное, вот такую вот коротенькую серию. А в следующую серию, да, вот уже начнём у сталкеров, отдадим КПК. Ну и перейдём на генераторы. Генераторы, я напоминаю, это финальная часть этой истории. Так что, в принципе, да, вот. В следующую серию уже будем, да, вот, потихонечку двигаться к финишу. Ну, а пока что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся, услышимся в следующих сериях. Пока.